Здравствуйте, дорогие наши видеозрители! Прошлая неделя, вот прошлая неделя, выдалась, ну, крайне занимательной. Во-первых, Шотландия решила прекратить дружбу с Англией. Сейчас пройдут выборы и посмотрим, останутся они с англичанами или таки станут абсолютно независимы от всякого нехорошего соседа. Пока только 42 человека высказались за, остальные против. Увидим. Принцесса Кейт беременна, слава тебе, Господи, вторым ребенком. И вот у меня возник по этому поводу вопрос. Будет ли принцесс Камилла, ее, как бы это сказать, свекровь, подавать заново требование провести проверку этого младенца, чей он как би. А ИГИЛ обезглавил еще одного журналиста. Вот, мне одно непонятно, какого хрена там делают эти журналисты. Уважаемый Керри, весь из себя такой Керри, никак не может договориться со всеми арабскими странами и собрать их в культ поход против ИГИЛа. Там, понимаете, 20 тысяч человек воюют в ИГИЛе, а вот вся эта старая, вот эта вот вся масса арабского мира, они хоть их и боятся, но воевать не хотят. Ну, Керри тут и труднее всего приходится, семейные у него проблемы, у него зять мусульманин. А солнце тоже на прошлой неделе немножко поехало крышей и устроило нам красные дни, то есть дни серьезной солнечной активности. Правда, внешне это на нас вроде бы ни на ком не отразилось. Надеюсь, следующие вот эти вот дни серьезной такой активности, солнечной, крышу нам не снесут. Ну, я считаю, что полная луна все же хуже, чем солнечная активность. В полную луну оборотни появляются. Ну, это уже хохма, чисто хохма. А, да, последняя и самая замечательная новость прошлой недели, это то, что Антонио Бандерес, очаровашка наша, продемонстрировал нам свою новую любовь. Вот так-то, не успела расстаться с женой, как уже бац, о, любовница есть, подруга. Так что вот так, вот такие у нас были на прошлой неделе новости, друзья, товарищи. О, и последний штрих, такой мелкий такой штрих. Рубль свалился до 37 единиц рублей за 1 доллар. Надеюсь, это рекорд и дальше будет только подымать. Всем удачи, всем счастливо.